И снова здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, братья и сёстры, здравствуйте, дорогие мои подписчики. Ну что же, наши армянские оппоненты не успокаиваются, поэтому им, видимо, надо дать успокоительное. Я готов сделать им парочку таких укольчиков. С кого же мы начнём? А, о, ну, бакинский армянин, ну, как же без тебя? Вот давайте сейчас рассмотрим вот эти три ролика. Первый ролик, где он говорил об армянских, вернее, об азербайджанских проститутках. Я оговорился, говорка по Фрейду. Потому что мы, все, кто смотрят мои ролики, все, кто смотрят ролики наших блогеров, наших джанцев, помнят один из роликов, где говорилось, что армяне, армянки по сей момент, тайными тропами проникают в Азербайджан, зарабатывают деньги. И это правда. Поэтому, прежде чем говорить о наших проститутках, подумай о своих. Это первое. Которые уже готовы даже в Азербайджан ехать. Оставляя своих мужей в Армении, позор, согласись, конкретный позор. Потом ты выставил вот фотографию, да вот эту, вот эту часть фотографии. Видите? Знаете? Вот эта часть фотографии была взята с вот этого ролика, который выставил наш азербайджанец. Кстати, лайк ему поставлю. Который говорит об армянских проститутках. Узнаёте? Вот эту часть посмотрите. И посмотрите вот эту часть. Поэтому, штатский, ну, знаешь, если уже и так по уши купаешься в грязном белье соседних народов, то хотя бы не выставляй фотографию с армянкой и не обозначай, что это была азербайджанка. Знаете, что меня удивляет в отношении штатского? Он же сам говорил, сам, это не мои слова. Он сам говорил, что приводил девочек для своих друзей. Штатский? Мне сказать, как это называется? Или сам поймёшь то, что я недоговариваю. То есть, грубо говоря, для друзей ты был поставщик девочек. Девочек, ну, ты меня понял. Кто ты? Надеюсь, понял. Идёмте дальше. Вот здесь об армянских проститутках. Кстати, этот ролик был выставлен, обратите внимание на дату. В 2013 году. То есть, задолго до того, как вот этот фотошоп выставил Артём. Задолго. То есть, из ролика об армянских проститутках он практически составил вот эту картинку об азербайджанских проститутках. Идёмте дальше. Второе я его видео, где он выставил меня по прошайке, но я ему уже отвечал на это видео, тем не менее, я ещё раз отвечу. Артём, я могу сейчас тебе привести парочку примеров, где армянские блогеры или блохеры сами выставляли необходимые банковские данные для того, чтобы их поддержали деньгами. Тогда, выходит, они тоже нищие? Или нищий только я? И я, знаешь, в чём разница? Там просили помощь, я прошу поддержку. Видимо, ты уже от того, что давно живёшь в Америке, ты забыл разницу между этими словами. Идёмте дальше. Значит, следующее видео опять так или иначе о проституции в Азербайджане. Ну что же, это я уже показывал. Я хочу показать вот это видео, которое я уже отправлял Гене. Я очень хочу, чтобы данное видео посмотрел Артём. Давайте я его даже запущу сейчас, тем более оно короткое. Смотрите внимательно до конца. Мне смешно было. Посмотрите, смотрите, сейчас начнётся. Ну, это показывают пока, где это происходило, видимо. Ну, давайте я всё-таки прокручу чуть-чуть. Вот, вот. Смотрите внимательно. Вот, видите? Давайте я потрубнее сделаю. Вот, вот, вот. Нет, это вообще блядь. Ребята, ну, оно это ха-ха. И с ними нам боевать придётся. Господи. И сколько их? Ни один, ни два, ни три. Кириллюк один тоже. А все остальные армяне. Ну, как-то так, дорогие друзья. Это я остановлю. Артём, как тебе это? Кроме этого, на твой один, вот этот ролик о наших проститутках, если написать в поисковике «Проститутки в Армении» или «Армянские проститутки», то выпадет, поверь мне, список гораздо длиннее. Намного длиннее. И кроме этого, ты помнишь, что в Турции недавно умерла проститутка, которая содержала громадное количество притонов. Её ещё называли Анаит. Хотя её звали не Анаит, но называли. Напомнить? Поэтому прежде, чем что-либо говорить, ну, подумай, да? Она даже 12-летних девочек поставляла. Армянок в основном. Поэтому не стоило тебе об этом поднимать тему. Теперь миротворец. Здравствуй, миротворец. В кавычках миротворец. Значит, ты выступил, что в США призывают признать геноцид. Давайте чуть-чуть посмотрю. Геноцид армян после обострения с Турцией. Знаете, если после обострения с Турцией Америка готова так или иначе угрожать Турции, то есть Турция хотя бы имеет вес по сравнению с вашей Арменией. Вашу Армению вообще никто, грубо говоря, в расчёт не принимает. Ей даже угрожать не надо. Америке достаточно просто, грубо говоря, в неочередной раз сделать проверку по криминальным кругам и арестовать ещё 500 армян. Она уже один раз арестовывала. Чтобы ваша казна снова недополучила половину своих денег. России достаточно просто намекнуть, что Россия сейчас выведет 102-ю. И разбирайтесь сами тогда с Азербайджаном. Один на один. То есть вас вообще никто в счёт не принимает. И кроме этого, знаешь, я тебе отчасти благодарен, миротворец. Знаешь почему? Потому что вот этот твой ролик лишний раз доказывает мои слова. что геноцид армянский был явно придуман Западом, чтобы играть между вами и Арменией. Между Турцией и Арменией. Вот и всё. Это было придумано. У-М-И-Ш-Л-Е-Н-О. Смешно, 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 смешно. В отношении вас, вот ты спросишь, а чем же Америка давит на Армению в отношении геноцида? А я тебе скажу. Американские депутаты иногда говорят, вот хочешь, чтобы я проголосовал за геноцид? Заплати мне. И тягают с вашей диаспоры доллары, которые могли бы пойти в Армению на помощь армянскому народу. А они идут в карман американских депутатов. И правильно американские депутаты делают. Почему не заработать на этом деньги? Если, простите за выражение, в вашей политике идиоты. На идиотах зарабатывают деньги. Правильно. На таких идиотах, вот как ваши все президенты. Правильно делают. Сто процентов я поддерживаю. А в отношении Турции, я скажу даже больше. В отношении Турции Америка давно стала играть в геноцид, потому что знают, что Турция хочет уже постепенно выйти из НАТО и создать союз с Россией. Кстати, если этот союз будет, а он уже оформляется постепенно, по миллиметру, медленно, но идет, то вы, то есть ваша страна, скорее всего, исчезнет с карты Земли. И при этом без войны. Абсолютно без войны. Потому что, посмотри на карту внимательно. Кстати, Иран тоже может исчезнуть в этом случае. Либо вынужден будет дать иранским азербайджанцам полную автономию в составе Ирана. Но по-любому тогда граница с Арменией со стороны иранского Азербайджана тоже может быть в любой момент закрыта. Как-то так, дорогие друзья. Сегодня мне еще, ну уже не сегодня, уже, наверное, завтра я запишу еще два видео. Еще от мамы должно быть одно-два видео. Потому что политика – это не ее. Просто пару видео она решила, почему сделать, потому что эти темы, они, ну как вам, мимо этих тем она просто не могла пройти мимо. Они достаточно важные. И на ее взгляд, и на мой взгляд, и, насколько я понял, на взгляд многих наших джанцев. Всем до свидания. Всем пока. Всегда ваш Сеидов Кямран. До свидания. До свидания. А, ой, простите. Простите. Я кое-что забыл сказать. Прежде чем завершить ролик. Так, это я бы хотел обрадовать наших джанцев, в Испании в неочередной раз схватили банду, армянскую банду. То есть, армянская казна станет, опять-таки, беднее. Так, как арестован один из армянских спонсоров, Джагинян, Эрик Джагинян. Вот теперь все. Всем успехов, всем удачи. Всегда ваш Сеидов Кямран. До свидания. До свидания. Продолжение следует.